Это тоже собрано было на средства наших граждан, куплено. Ну, насколько я понял от тех, кто ко мне обратились с этой помощью, эта помощь оказывается систематически. Вот. К сожалению, должен констатировать, что эта помощь оказывалась совершенно неверующими людьми. То есть верующие занимают какую-то вообще, лично мне непонятную позицию, увы, но большей частью это так. Хотя, должен сказать, что постоянно во многих церквях, я это вот вижу по сайтам церковным, у каждой церкви фактически есть свой сайт, я вижу, что постоянно проводятся молитвы за Украину, за украинских граждан, за беженцев. Оказывается, вот, помощь тем, кто, в том числе верующим, и семьям, которые были вынуждены переехать в Беларусь, ну, из зоны военных действий. Вот. А вот ты, много наших в городе. Наших в городе? Да, наших в городе. Хороший вопрос. Много ли? Я думаю, достаточно. Ну, какое приблизительно процентное соотношение? Сложно говорить о процентном соотношении. Я думаю, что где-то больше, чем половина. Знаете, очень показателен был такое вот, такое событие. Не позавчера, а два дня назад состоялся матч Украина-Беларусь на одном из наших стадионов, в Борисове. Я смотрел это в прямом эфире, но что интересно, там были и украинские болельщики, и белорусские. И вот показательный был такой момент. Беларусы кричат по-украински «Слава Украине!», а украинцы отвечали «Разом назовжды». И приятно, что украинская символика, ее носителями в Беларуси являются не только украинцы, но и белорусы. В основном, конечно, это молодежь. Это вот, отвечая на ваш вопрос, много ли наших в городе, да? Какое процентное соотношение? Я думаю, что большинство молодежи, они, конечно, они наши. Я вот даже в поезде ехал, там болельщики ехали, которых депортировали из Беларуси. Один из них обратил внимание, что у меня на телефоне три зуба. Он не только здесь, но, поверьте, он у меня всегда. И он говорит кому-то из своих, везде говорит «наши». Ну вот как-то так. Ну а можно, как бы, не опасно ли в открытую, вот там, в Минске, заявить свою позицию? Или все-таки, как бы, это умалчивают? Ну знаете, у нас, у нас как, я свою позицию никогда не замалчиваю. В любые разговоры вступаю открыто и ничего не боюсь. И ничего у меня за это еще никто не сделал. Хотя вот болельщики ваши приехали, прошлись там по парку с вашими флагами. Ну просто, знаете, как вот, ребята, флаг на плечи натянул. Идет по парку. Их милиция сгребла и там посадили. Они там отсидели день в обезьяннике и их депортировали. То есть тут как нарвешься. А какая позиция белорусских церквей по отношению к Украине? Ну скорее какая-то такая сочувствующая, но тихая. Ну то есть, знаете, какого-то не разрешает говорить. Ну знаете, что значит не разрешает? Ну вот как можно человеку не разрешить что-то говорить? Человека можно только либо запугать чем-то, да. Вот сама ситуация в стране, она такая вот, ну я бы так сказал, позиция такая, не высовывайся. То есть, вот если, допустим, ну если, допустим, человек имеет какое-то мнение, ну имей свое мнение, там, да. Но если ты начинаешь уже в публичную какую-то сферу лезть, да, то, допустим, вот, к примеру, если взять, развернуть плакаты и идти там, нет войне, стать возле российского посольства. Это сразу гарантированно люди окажутся в каталажке. Вот у меня несколько знакомых 2 марта, когда Путин ввел войска в Крым. Ну не то, что там войска, там очень стало ясно, что там действуют российские военные. Несколько моих знакомых, они пришли, причем среди них были пожилые люди, они пришли к российскому посольству с требованием, ну там, кто-то держал плакат, руки прочь от Украины, кто-то еще что-то. В течение получаса всех позабирали. Правда, отпустили там, даже без составления протоколов, что удивительно. Но, ну вот такая вот, то есть, если ты выходишь в какую-то публичную сферу, это гарантированно ты будешь арестован. Последний вопрос. Какие вот стихи, ну скажем, знаете, стихи из Библии актуальны в белорусских церквях, просто в глобальном контексте, вот есть это послание, да, месседж библейский для Беларуси актуальный, который обсуждается, и какой вот месседж из Библии, стихи из Библии применяются чаще всего, ну когда вот об Украине говорят все-таки, да, где-то вспоминают с кафедры незлым тихим словом. Вот два вот таких месседжа, глобальный библейский и про Украину. Ну, знаешь, так отвечу. Могу сказать то, что вот я слышал, и то, что применяю я. Я слышал от одного пожилого человека, он, его очень, ну имеет он очень такой большой авторитет, поскольку он где-то в конце 50-х годов 5 лет провел в тюрьме за веру, вот, он однажды сказал, почему, он проповедовал нас и сказал, почему так много говорят об Украине, а у него, кстати, самого украинские корни из Киевской области, он говорит, почему так много говорят про Украину, про эту войну, почему, в том смысле, почему так люди беспокоятся. Он говорит, Бог может в один день вообще все там уладить и поставить всех на свои места. Ну, для меня это несколько абстрактно. Я согласен, что Бог может, но я считаю, что человек тоже должен что-то делать. Для меня лично, это просто очевидно, может быть, как для военного, ну, большей частью, конечно, как для христианина, для меня один стих, просто вот он актуальнейший для вашей ситуации, что поднявший меч от меча погибнет. От какого меча погибнет поднявший меч? Мой ответ. От ответного меча. И, как я это обосновываю, помните, то Иисус тоже сказал такие вещи, такие слова, что когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Коротко.